Сегодня мы идем в центр второе дыхание. Мы организуем праздничный обед для пожилых людей, которые там проживают и пользуются услугами данного центра. Этот обед не приурочен к чему-то. Мы просто хотим порадовать пожилых людей, подарить им немножко частичку счастья, частичку добра. Наша организация Добрая Молдавия обычно проводит акции, приуроченную только к 9 мая. А так мы проводим раз в месяц, ну максимум раз в два месяца какую-то акцию. Мы идем или в какие-то детские дома, детские центры, или в семьи, которые нуждаются в помощи. Иногда люди нам сообщают, что у них, например, соседям каким-то очень тяжело кому-то там, не знаю, дрова купить или еще что-то. Мы нашу акцию проводим так, где-то за 2-3 недели мы сообщаем о нашей акции. У нас есть официальная группа, официальный сайт в интернете. Мы таким образом распространяем информацию через интернет. Также иногда развешиваем объявления и просто пишем людям, бельским, рассказываем им. И обычно очень, как ни странно, очень много людей отзываются. Откликаются обычные люди или, скажем так, бизнесмены или какие-то организации, кто откликается на ваш призыв? Всегда откликаются просто люди. Пока обычные люди. Как и странно. А у вас нет такого желания, да? У нас есть очень много крупных организаций. Вот даже сейчас у нас здесь проходит выставка Экспо и там очень много руководителей. Вот я вам... Оба-на! Вы... Ё-моё! И у нас здесь очень много руководителей, скажем так. Вы могли бы обратиться к ним за помощью, потому что вам тяжело. Обычные люди не могут такую помощь оказать. У нас даже есть, скажем так, в нашем городе есть Рената Усады, такой крупный бизнесмен, который очень... Вот ему нравится помогать людям. Вы могли бы обратиться, может, за помощью, и он вам окажет какую-то материальную или какую-нибудь поддержку. Пробовали обращаться к нему? Пока еще не пробовали, но думаю, в дальнейшем будем это использовать. Мы в Бельцах только год где-то работаем. У вас молодая организация, да? Да. Организации уже более пяти лет, но они работают в Кишиневе. То есть, все началось в Кишиневе. Я случайно наткнулась на эту организацию, ездила туда на акции, и мы решили открыть, так скажем, ячейку или филиал тут в Бельцах. Поэтому здесь у нас нас еще не все так хорошо знают, не так мы знакомы. Не доверяют вам, да? Да, многие люди переспрашивают, не очень доверяют. Хотя любой может поехать на любую нашу акцию. И вся наша деятельность, мы выложиваем и фотографии в интернете. У нас все официально. Все чеки мы сохраняем, все, что мы тратим, все идет официально. Любой человек, который захочет проверить, мы можем дать... Вы под патронажем кого выступаете в вашей организации? У вас какой-то руководитель в Кишиневе, например. Кто у вас руководитель в вашей организации? У нас, нашу организацию, так скажем... Кто-то есть, кто курирует. То есть ее создали три друга, три студента когда-то были. Студенты, да. Обычные люди. Пять лет назад три друга там. Главный у нас, так скажем, Стас Стровецкий. Он сейчас в основном нас курирует. Но в принципе мы все отзываемся, мы общаемся в скайпе или делаем какие-то собрания, обсуждаем мероприятия, которые мы будем делать все вместе. Хорошо. Вот сколько у вас в организации у нас в Бельцах? Здесь в Бельцах у нас 7-8 человек уже. Да? Да. Официально. Официально. Девочки, вот я смотрю, что вы участвуете в этой акции. Вы вот сами вносите какой-то, скажем так, вклад? Вот вы видите, вы ищете людей, которые помогают. Вот вы сами что-то туда, вот денежный, скажем, вклад или просто какие-то продукты, вот идя на это мероприятие? Конечно. Каждый раз на каждую акцию мы и деньги складываемся, и продукты. Сами, да, и другие помогают, но мы тоже сами вклад мы вносим. Как смотрят родители на то, что вы участвуете в такой акции, и несмотря на то, что, скажем так, тяжелое время, вам все-таки из бюджета и семьи приходится помогать, скажем, людям, которые более нуждаются? Вот как родители? Они одобряют, потому что студентка третьего курса. То есть они учат вас и помогают еще вашему доброму делу, да, для того, чтобы вы помогли, скажем, более страждущим, ну, нуждающимся людям. Да, конечно, они довольны тем, что участвуем в таких мероприятиях таких, им это нравится. Да, никогда не было, чтобы кто-то отказался с родителями, была какая-то претензия, что даже счастливы с каждой акцией. И сейчас помогали готовить все. Очень рада, что мы этим занимаемся. Никогда не были против. Ну, вот такое мероприятие, да, а, например, вы не пробовали просто дома своими руками что-то испечь, да, и принести? Мы так и пробовали вот на этом мероприятии, которое сейчас у нас сегодня. Мы дома все делали сами. И родители нам помогали. Мы каждый раз стараемся. А вы вот как один мужчина, да? Вы у них один единственный мужчина, да? Да, пока да. Ой, я хотела сказать в семье. Вы у них один, ну, скажем так, у вас это семья, вы единственный здесь мужчина. Чем вы занимаетесь? Тоже студент. Тоже студент? Да, в Кишневе. А, в Кишневе, да. По виду не скажете, что студент, как скажете, знаете, что такой зрелый мужчина. Учиться никогда не поздно, да. Ну, да. Так, почему вы решили прийти? Смотрю, здесь одни девочки. Потому что здесь так много девочек молодых. Да. Нравится помогать и помогать. А вы специально из Кишнева приехали? Да, сегодня специально из Кишнева. Специально? Да. А как проходит у вас? Чем отличаются акции, которые проходят в Кишневе и от нас? У вас там, наверное, более масштабно проходит, да? Ну, да. На более большие, можно сказать, мероприятия. Побольше людей. Ну, то же самое. Думаю, скоро будет и здесь то же самое. Надеемся. Или больше, да? Ну, да. Ну, люди потянутся, думаю, что будет так. А вы приехали как бы проследить, как у них здесь проходит, да? Нет, помогать и так. Развивать, да? Да. Представьтесь. Николай. Николай Стрелчук. Мы все однокурсники. А, однокурсники, да? Поэтому у нас эта информация быстро друг другу доходит. А почему тогда, получается, если однокурсники, группа большая, а у вас только 7 человек? Ну, потому что, видимо, не все хотят быть сотрудниками, да. Но помогают многие из группы даже. Продолжение следует.